Доброго дня всем дорогие друзья! Продолжается наш специальный репортаж о пребывании в Екатеринбурге мотопробега отцы России за многодетную семью. Я представляю вам пресс-секретаря акции Андрея Зимина. Андрей, добрый день. Добрый день, Светлана. Андрей, скажите, пожалуйста, с самого ли начала вы участвуете в мотопробеге или присоединились где-то посередине? Я присоединился к мотопробегу по просьбе Андрея Юрьевича, выехал на встречу, чтобы более полно освещать события. А какой город это был, когда вы соединились, скажем так? Я в Новосибирске подъехал к моему глубочайшему сожалению, потому что у меня не получилось участвовать в акции от Владивостока. Я на всю жизнь буду жалеть об этом. Вы тоже на мотоцикле едете или как-то иначе? Я в автобусе еду. В штабном вагоне, в нашем. Кроме шести мотоциклистов, мужчин разных профессий, которые объединились одной идеей. Есть еще две машины технического сопровождения и наш действительно штабной автобус, с которой, так сказать, место встречи и, так сказать, передвижение таких людей, как, может, не таких важных, как наши мотоциклисты. Но, тем не менее, группа сопровождения. Вот в Екатеринбурге вы сначала побывали в храме на Крови. На молебне сейчас была пресс-конференция в пресс-центре и Тартас. Какие у вас впечатления? Вот полдня прошло. По Екатеринбургу или по всей предыдущей трассе? Давайте про все, конечно, расскажем. Ну, Екатеринбург тоже затронем. Храм, конечно, удивительный. Вот то, что сегодня храм удивительный. Необычная архитектура, от которой мы немножко отвыкли. Нижний предел, он, так сказать, ну, сегодня не совсем характерен, да? И так очень все это, очень душевно. Да. То, что касается всей предыдущей дороги, вы знаете, позавчера мы встречались со спецназовцем, разведчиком. Он говорил, что за чеченскую кампанию погибло порядка 15 тысяч человек. А вчера мы встречались с нашим региональным представителем службы, службы, которая курирует как раз Святость материнства, программу Святость материнства фонда Андрея Первозванного, национальный слава. Психологическое состояние будущих матерей, которые решились почему-то на аборт. И вот она вдруг посмотрела на меня, и мы подумали об одном и том же. Вот тогда 15 тысяч человек погибло. И она говорит, и мы спасли 15 тысяч девочек, здоровые ребятишки. И может, вот души тех парней воплотятся сейчас здесь, погибших. Ну, мы будем надеяться, что на очень многих людей повлияет все-таки мотопробег отцы России за многодетную семью. Может быть, кого-то удержат от аборта. Может быть, кого-то вернут в семью. Может быть, какой-то семье помогут стать крепче. И, в общем, форма мотопробега настолько необычная, выбранная. Вы вообще сами, лично, вот вы, когда узнали об этой акции, и когда у вас появилось желание, что вот да, я точно участвую? Ну, как только мне позвонили, я даже не сомневался. То есть я через три секунды знал, что я еду. Ну, а вообще об акции знали раньше? Или вот это только в этом году? Нет, я в этом году только узнал об этом. То есть тут и вариантов у меня на рассмотрение никаких не было абсолютно. Во время пресс-конференции Андрей Юрьевич Коченов, руководитель мотопробега, рассказывал о встрече с 67-летним итальянцем, который четыре года путешествует по России пешком, и говорит о том, что мы последняя свободная страна в мире. У вас были какие-то встречи именно для вас примечательные? Ну, вчера мы провели день, совершенно случайно заехав в сельский храм, и ребята, детишки, обыкновенные детские открытые глаза, открытые лица, улыбки, спонтанно показали нам народный театр. И в течение получаса пели и плясали. А в конце взрослые накрыли на улице стол. И было очень замечательно. То есть получается, что вот такие вот спонтантные проявления и вот такие встречи не запланированы, как вот с тем итальянцем или с этими ребятишками взрослыми. Это самое ценное. Да, да, да. Спасибо вам огромное. Мы встретимся еще вечером. Будем надеяться, что у нас получится выйти в прямой эфир из центра города, где запланированы мероприятия, которые продолжат пребывание участников мотопробега в Екатеринбурге. Дорогие друзья, следите за эфиром, оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok